Всем привет, на связи Мабу. Мабу это платформа по разработке мобильных приложений и вот в сегодняшнем очередном субботнем подкасте мы с вами обсуждаем различные вопросы, которые вы мне задаете в комментариях, либо мне задают ученики, либо все те, кто консультируется по поводу обучения. В общем вопрос звучит так, какие возможности андроид разработчика в плане удаленной работы. Вопрос очень многогранен и есть не очевидное мнение по нему, поэтому я решил обсудить это все на нашем сегодняшнем подкасте. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите оперативно и качественно стать андроид разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии андроид разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца, такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс вы можете проконсультироваться со мной. Все ссылки есть в описании к этому видео. Я буду рассматривать этот вопрос не только в контексте Android разработчика, но и в целом разработчика мобильных приложений. Итак, какие же возможности удаленной работы для мобильного разработчика? Вообще, для того, чтобы понимать, какие возможности, нужно начать, наверное, рассматривать удаленную работу в целом, да, потому что в нынешних реалиях, да, я не имею в виду только пандемию, и вообще в нынешних реалиях развития, эта тема пиарится очень сильно. Нам всем, да, показывается парень или девушка, которая сидит на пляже за ноутбуком в какой-нибудь, там, азиатской стране или просто на островах, и типа, осваиваете в эти новую профессию, и будет у вас удаленный заработок, не нужно ходить работать над дядю, можете строить свой бизнес и отдыхать, жить на островах, и не заморачиваясь работать несколько часов. Ну, если вы начнете гуглить, вы найдете множество опровергающих видео об этом. Но на самом деле, истина где-то посередине. Что-то в этой картине ложь, что-то правда, а что-то то, что вы можете модифицировать под себя, и изменить под ваше настроение, и под все ваши цели. И мы сегодня поговорим по поводу, да, удаленной разработки. Много стереотипов. Ну, во-первых, давайте разберем эту картину. Работать немного, сидя на пляже. Ну, если вы думаете, как на самом деле можно, так или нет, ну, попробуйте для интереса как-нибудь поработать не то, что на пляже, а сидя на стуле, так, чтобы у вас ноутбук был на ваших ногах, да, и чтобы в него, в ноутбук светилось солнце. Попробуйте поработать. На сколько вас хватит? Я думаю, вас не хватит более, чем на полчаса, в лучшем случае. Поэтому это, это, конечно же, стереотипа. Первых, работая на себя, вы с удивлением увидите, что работать, возможно, придется даже больше, чем если бы вы работали в компании. Но, опять же, вы будете работать на себя. То есть, вы будете делать то, что хотите, когда хотите, и работать только с кем хотите, и будете видеть все свои доходы, и понимать, к чему стремиться, и сколько работать в принципе. Это плюс. Минус тому, что, ну, конечно же, на пляже неудобно работать, когда у вас солнце светит в ноутбук. Это очень неудобно. Обычно, как я делаю, обычно у вас есть некое время, когда вы можете пойти отдохнуть на тот же пляж, а есть время, когда вы идете в себе, не знаю, в номер, или где вы живете, до дома вы работаете. То есть, тот же распоряд огня, чтобы такой же, как бы вы работали на дядю. Но вы работаете на себя, вы можете заняться своим здоровьем. То есть, работая в компании, вы будете пахать, пахать, пахать. Работая на себя, вы можете давать себе передышку. Часик поработали, отдохнули, сделали гимнастику для спины. Продолжаем дальше. И вот такими волнами вы можете заботиться о своем здоровье. Да, работая, отдыхая, работая, отдыхая, все это чередуя, вы можете заботиться о своем здоровье. Итак, на самом деле, на удаленке вы не будете работать на пляже, вы будете работать дома или в номере у себя. Вы будете работать в облегченном режиме и делать только то, что вам нравится. Это ключевой момент. Далее, то, что можно не работать на дядю и зарабатывать, и управлять своими потоками денежными. И понимать, когда вам нужно поработать, когда вам не хочется работать. Кстати, вот это вы можете сами управлять, а вас никто не будет заставлять из-под палки. Тут тоже не все так однозначно. Для того, чтобы прийти, и вы к этому уровню можете прийти за год. Но для того, чтобы прийти к этому уровню, нужно просто поднять свою задницу и поработать над собой. Освоить маркетинг, освоить продвижение в интернете. Я сейчас не про платную рекламу. Освоить искусство и умение преподнести себя. Да, умение вести переговоры. То есть вы должны быть не только уже. Поймите, если вы хотите работать так на удаленке, то вы уже не просто программист, вы бизнесмен уже. Поэтому вам нужно еще чем-то как-то прокачивать себя. Конечно, можете на первых порах пойти на фриланс и этим не заморачиваться. Но в дальнейшем вы все равно придете к этому, что придется свои бизнес-навыки прокачивать. И это, поверьте мне, очень интересно. Потому что я это осознал через... Я просто давно уже так удаленно работаю. Ну и даже это... Я не люблю эту работу. Я называть просто это не работа, это стиль жизни. У этого удаленно нахожусь. Потому что... И я понял весь кайф только через 4 года этого. Потому что первый год это был поиск клиентов, работа на свое имя, а потом уже имя работает на тебя. Но опять же, если мы дальше в подкасте в этом рассмотрим различные варианты работы на себя, ну и пока мы рассматриваем целую картину. Итак, работать, зарабатывать можно много. И определять, с кем работать, и как работать, и когда работать, это все правда. Ну и самая классная штука, которая дает удаленная работа, это жить своей жизнью. Жить не жизнью работодателя, не реализовывать мечты работодателя, а реализовывать свои мечты и жить своей жизнью. Это очень важно. Но опять же, не всем оно подходит. Потому что кто-то готов жертвовать, допустим, своим первым годом, когда придется попрокачивать свои бизнес-навыки, да, заниматься еще помимо программирования чем-то еще. А другому, в принципе, это не надо, ему лишь бы платило здесь стабильную зарплату, и он готов реализовывать чужие интересы. Каждому свое, поэтому тут нужно определять, вы хотите такой свободной жизни, но если хотите, то придется еще попрокачивать свои бизнес-навыки. Не хотите, тогда лучше идти в компанию и работать, и иметь стабильный, высокий заработок. Но опять же, работая, значит, мобильным разработчиком, вы должны понимать, что вы будете работать на иностранном рынке. Не на русскоязычном рынке, на иностранном рынке. Потому что российский рынок и в целом весь рынок СНГ не дорос до такой сферы, как мобильная разработка. Вам будут платить, предлагать копейки, и вы будете месяцами работать за эти копейки. Нет, мы идем на иностранный рынок, и там реализуем себя. Это самое главное. Итак, основные стереотипы мы с вами разобрали, всю картину тоже мы разобрали. Теперь давайте поговорим, как вы можете работать удаленно. Ну, я не буду сейчас рассматривать, в конце рассмотрим работу именно удаленно на компанию. Мы будем рассматривать работу на себя удаленно. Во-первых, вы можете пойти на фриланс. Когда вы только выучились, у вас нет навыков поиска заказа, у вас никаких платформ для поиска заказа. Фриланс это, да, единственный вариант. То есть, как основан фриланс? Вы идете на платформу, в нашем случае лучше всего идти на Апфорг, регистрируетесь на платформе, оформляете, то есть у вас хотя бы должно быть 3 проекта написано. Опять же, после моего курса у вас будет минимум 2 проекта. Это мы делаем на последней неделе, на двух последних неделях приложение для заказа кофе. И также мы делаем еще в параллельном курсе, кто на премиальном пакете у меня обучается, мы создаем приложение для интернет-магазина. Ну и плюс добавок, вы можете какое-нибудь простенькое приложение сделать. Главное, чтобы в этих приложениях были реализованы те навыки, которые не востребованы на фрилансе. Ну это обычно все навыки, которые, ну и собственно, которым я обучаю на курсе. То есть вы это оформляете, свое портфолио, да, и даете ссылку, можете загрузить на Upwork, даете ссылочку, да, и далее вы должны привлекать заказчиков. Но у вас нет заказов, что же делать? Вот у вас есть 3 работы в портфолио. Берете с левого аккаунта, регистрируетесь, даете заказ со своего основного аккаунта, как разработчика, откликаетесь, да, берете заказ, там подтверждаете заказ, потом пусть пройдет несколько дней, проходит несколько дней, вы сдаете этот заказ, то есть фактическая эта работа, которую вы делали, да, свою, пэт-проект, который вы делали, учебный проект, и пишете отзыв от заказчика. И так провелись, у вас 3 работы, так проделаете 3 раза. У вас уже все, это есть 3 отзыва. После этого можно искать работу, обычно лучше, конечно, если вы идете на биржу, сразу купить себе Pro-аккаунт, чтобы были все возможности, вы были, скажем, по конкурентоспособностям, наравне со всеми. После этого вы идете искать заказ, смотрите заказ, да, допустим, заказ нужно создать Android-приложение для магазина. И что, как правильно откликнуться на этот заказ. Запомните, обязательно нужно, ну, ваш отклик на этот заказ должен быть, должен выглядеть так, как будто он не у вас не написан заранее под все заказы, а конкретно под этот заказ индивидуально. То есть, вы отвечаете, то есть, в тексте заказа, в тексте вашего ответа должны быть слова, которые использовал заказчик в своем заказе. То есть, он пишет, нужно создать Android-приложение для интернет-магазина. Вы ему отвечаете, Здравствуйте, я заинтересовался вашим проектом, мне интересно создание именно интернет-магазинов, мне интересно создание приложения для интернет-магазина. В моем портфолио есть такая работа, я делал такую работу, но у меня есть несколько вопросов. Например, один из них заключается в том, нужно ли реализовывать функционал избранных товаров и функционал сравнения для вашего приложения. А также есть несколько ряд других вопросов, как с вами можно связаться. То есть, вы не просто ответили, вы уже вошли в контакт с потенциальным заказчиком и скрыто попросили в него контакт. Ну, вы можете оставить свои ссылочки на WhatsApp, на Facebook. И после этого, это делают единицы из фрилансеров. Большинство этого не делает. Большинство адаптирует заказ в шаблоны свои и всем шлют. И, конечно, их будут футболить, потому что это выглядит не очень корректно, скажем так. И у вас большие возможности, большие шансы поймать этого заказчика. Но, опять же, подходя к заказу, к первому, можете сильно, допустим, ну, пусть вы дешево создадите первое приложение, но второе, третье, остальные приложения, вы никогда не снижаете цену. Вы определите, допустим, вот вам идет заказ, посчитайте, сколько вы времени потратите часов на это приложение. А потом примерно подумайте, сколько вы можете час отдавать своему потенциальному заказчику. То есть, час вы хотите, можете отдавать на начальном уровне, допустим, за 5 долларов в час, да, и вы готовы, допустим, работать 5 часов в день, да, то есть это 25 долларов в день, и вы примерно сделаете какое-то приложение за месяц, да, 30 дней в месяц, в месяц 30 дней, но вы не будете работать в субботу и воскресенье, то есть 8 дней убираем, 22 дня, и вот умножаете 22 на 25, и вот такую сумму, вы выводите сумму, которую вы можете взять за работу, за разработку вот такого мобильного приложения. С фрилансом, в принципе, все просто, вы просто регистрируетесь, прокачиваете свой аккаунт, главное, на бирже с мировым именем, и просто берете заказы, работаете с клиентом, выполняете, сдаете, делаете все хорошо, получаете классный отзыв от клиента, и он потом еще, во-первых, он вернется, от него придут по рекомендациям другие люди, заказчики, и плюс у вас еще хороший отзыв, и новые заказчики с вами будут работать. Тут все довольно-таки просто. Следующий вариант, это поиск заказов напрямую, то есть без фриланса. В целом то же самое, но тут важен инструмент поиска заказа. Если на фрилансе у вас все заказы, он перед вами как на ладони, то, когда вы висите напрямую с заказчиком без фриланса, есть несколько сложностей. Во-первых, как искать? Во-вторых, что делать, чтобы вас не кинули? Две основные проблемы. Давайте начнем со второй. Что делать, чтобы вас не кинули на деньги? Как минимум, брать перед разработкой стоимость за половину работы, а половину после. Либо разбивать на части, если большая стоимость, большое приложение. Либо брать сразу. Ну, сразу вам никто не будет платить, потому что у вас нет большого опыта. Когда вы только начинаете, я предлагаю вам брать 50% аванса, и остальное потом. Никогда не начинайте работать бесплатно. Никогда. Вы бы знали, сколько мне за день пишут людей, которые не готовы платить. Я работаю на бирже, и напрямую я видел, я вам скажу, что сказать, примерно 70% тех, кто вам будет приходить, они не готовы вам платить за работу. Им просто полюбопытствовать. Может, вы согласитесь, а не потом любезно откажутся от этой работы. Не давайте никому вас обманывать. Минимум 50%, а лучше вообще сразу все, потому что мобильное приложение вы можете вообще делать 6 месяцев. Вы захотите делать, у человека через 3 месяца финансирование закончится, и он вас пошлет просто. Ну, типа, ну, извини, брат, нет денег, все обрезали финансирование. И что, вы зря потратили время, и у вас нет ни готовой работы, ни денег, ничего. Это, как бы, об этом нужно заранее думать, поэтому никогда не работайте бесплатно. Найдется много шарлатанов и идиотов, которые захотят, чтобы вы работали бесплатно. Ни в коем случае этого не делайте. Надеюсь, это вам поможет. Мои советы, я думаю, вам помогут. Итак, а как же искать заказ? Теперь я вам скажу заранее. Платная реклама не работает. В сфере IT платная реклама не работает. Абсолютно не работает. Как она не работает в сфере образования, онлайн образования, так она не работает в IT сфере, в разработке. Ну, представьте, вам нужно создать мобильное приложение. Да, вы ведете, да, допустим, данные. Как, допустим, создать мобильное приложение. Да, и вот выйдет ваша реклама, а человек пойдет искать, смотреть видео, читать статьи о том, как можно создать приложение. Может, он сам может создать, может, не сам. Что для этого нужно? Сколько это стоит? То есть, у человека в голове много вопросов. И напрямую ваша реклама будет бесполезна. Плюс вы сольете все бюджеты там. Не имеет смысла. А что имеет смысл? Я сейчас расскажу. Имеет смысл ведение своего блога. В идеале YouTube. То есть, вы выходите на YouTube и снимаете видео. Видео не на тему, как создать панельку, как создать кнопку, как обработать клики. Нет, видео не на тему обучения, не на тему для разработчиков. Вам не нужен блог для разработчиков. Вам не нужен YouTube канал для разработчиков. Вам нужен YouTube канал для бизнеса. То есть вы должны раскрывать те проблемы, которые есть, проблемы у бизнеса, связанные с разработкой мобильных приложений. Во-первых, например, видео на такую тему, сколько стоит создать мобильное приложение, как понять, какое мобильное приложение, допустим, вам нужно, что делать, если вам нужно Android и iOS мобильное приложение. Ну, в общем, все, что там мобильное приложение для салонов красоты, почему частным мастерам нужно мобильное приложение. И вот на такие темы вы должны записывать видеоролики. Пусть они будут не длинные по 10 минут, пусть они трехминутные ответы на вопросы, и то лучше. Потому что быстренько, потому что длинные ролики никто не хочет смотреть. Чем короче ролик, тем лучше вообще. Ну, конечно, не нужно по 30 секунд делать ролики, но 3 минуты в теме бизнеса стреляет очень хорошо. Просто берете, снимаете видео по таким темам, то, что связано, то, что нужно для бизнеса. И внизу где-нибудь в течение видео ссылочку ставите, разработка приложения, там, обращаться. И ссылка, стрелка вниз, все контакты внизу. И вот вести такой блог, лучший, конечно, YouTube канал, будет круто вообще. И тогда вам будут приходить клиенты. Да, и эти клиенты будут бесплатные, они уже будут подогреты им, они будут знать, что им нужно. Тем более, они посмотрят ваши видео, они подогреются к вам, и будут более вам доверять, нежели к какой-то рекламе непонятной в сети. А так, не видят, что вы специалист, вы же разбираетесь и понимаете проблему его бизнеса, скажем так. В общем, это вариант хороший. Если не хотите много, просто чтобы создавать видео, нужно микрофончик себе как минимум купить, разбираться в монтаже, уметь писать сценарий. Ну, на самом деле, вот я сейчас без сценария рассказываю, в принципе, как ни странно, но мои ролики, связанные вот по подкасту, когда я просто рассказываю про какие-то вещи, они более становятся популярными, нежели обычные мои видео, да, где я стараюсь что-то, видеоряд какой-то положить. И где я пишу сценарий. А в подкастах я не пишу сценарий. То, что я вам сейчас говорю, это у меня идет из головы, из моего опыта, и я особого даже плана осени на какого-нибудь накидал. Конечно, я написал, что я хотел бы вам рассказать в каждом подкасте, но опять же, я это сейчас на ходу говорю. Вести YouTube канал, это очень классно, потому что у вас будет бесплатный трафик, и вы не будете тратить денег на рекламу. Кроме того, если вы не хотите все это изучать, с монтажом возиться, то вы можете ввести текстовый блог, либо в соцсети, там, Instagram и все остальное, либо в виде своего сайта, там на WordPress можно все это легко сделать, там за один вечер. В общем, главный источник привлечения клиентов, когда вы работаете с ними напрямую на основании заказов, это пока демонстрация собственной экспертности и привлечение их вот через свою популярность. Нужно быть популярным, нужно быть общительным, нужно идти на контакт и давать бесплатные консультации. И только такой вариант работает, он трудозатратный, но через год он дает свои плоды, это очень важно. То есть, идеальный вариант начать с фриланса, параллельно развивать свой канал или блог и привлекать извне еще клиентов. Это вообще классный вариант. А где же лежит основной поток клиентов? Основной поток клиентов приходит через теплые контакты. То есть, кому-то вы сделали свой заказ, у него бизнесмены работают, между собой общаются-то, а другой знакомый сказал, что ему нужно мобильное приложение. Он скажет, ой, слушай, у меня тут один разработчик сделал классное приложение, посмотри на наше приложение, вдруг такое же захочешь, он посмотрит, о да, как с ним связаться. Он даст ваши контакты, у вас уже второй клиент. И так по цепочке идет переход из одних контактов в другой, из одного контакта в другой. И это очень классно на самом деле работает, как работает создание сайтов, так работает разработка мобильного приложения. Кроме того, очень классно, когда вы создали какое-то классное приложение, допустим, где-нибудь внизу в интерфейсе этого приложения, или, возможно, при загрузке написать, кто разработчик, и поставить ссылку на себя как разработчиков. И вам к вам будут приходить и спрашивать, это же ваше приложение, вы будете говорить, ну да, это мое приложение. Он говорит, слушай, классное приложение, сделай мне такое же, сколько будет стоить. И вот так же вы можете привлекать клиентов. Это вот основные источники по привлечению трафика, когда вы работаете напрямую, скажем так, с заказчиками. Ну и третий вариант, это работа удаленная на компанию. То есть, когда у вас есть, то же самое, что в офисе, но только удаленно вы из дома работаете. Ну там всякие, знаете, такие штуки есть. Вас будут проверять, сколько вы сидите за компьютером, на самом деле вы работаете или нет. Но для того, чтобы получить такую работу, вы должны некоторое время провести в офисе. Поэтому, ну тут все очень просто. Идете в офис, работаете, накапливаете опыт, потом переходите на удаленную работу. Все, тут особо даже и разговаривать не о чем, потому что тут и так все ясно. Итак, давайте подведем итог нашей острой теме. Во-первых, перед нами стоит часто картина, которую ставят различные блогеры. Вы сидите на пляже, отдыхаете, иногда работаете, и вам на карточку падает все время много денег. Так ли это или не так? Это не совсем так. Вы работаете много, если много хотите зарабатывать, работаете много. Но сами выбирайте, сколько вам работать по объему, с кем вам работать, какой образ жизни вам вести, сколько вам отдыхать. Просто если вы работаете в офисе, вы подорвете свое здоровье, потому что будете сидеть от и до. Да, это не спортзалы, но ваша спина не скажет вам спасибо. Для того, чтобы ваша спина сказала вам спасибо, вам нужно хотя бы через каждые полтора часа вставать и делать разминку. Да? То есть, насколько эта картина правдива? Она правдива на 50%. То есть, работать на пляже, конечно, неудобно. Вы бы будете работать дома, а на пляже хорошо бы отдыхать. Кроме того, вы будете работать столько, сколько хотите, с кем хотите. И не будете чувствовать себя каким-то, знаете, рабом не очень хорошо говорить. Но таким человеком, который не может делать то, что ему он хочет. Я очень сильно ценю, скажем так, свободу. И я первое время работал на компанию, потом я перешел работать на контракты. Кстати, очень классная штука. Поэтому это тоже такая штука, как контрактная основа. Но вы должны перейти, пройти через ступени фриланса заказа обязательно. То есть, ну и так. А и потом мы работаем на иностранном рынке обязательно. Мы работаем правильно. То есть, правильно привлекаем клиентов. Не платим за рекламу. А получаем их через собственные платформы, которые ведем YouTube каналы. Кстати, у вас должны быть раскручены и соцсети. Ну, хотя бы одна соцсеть какая-нибудь. Ну, пусть Instagram будет. Также у вас должны быть все соцсети для общения с заказчиком. То есть, как минимум, Twitter, Facebook, Instagram. И мы никогда не работаем бесплатно. Мы берем как минимум 50% предоплаты. А лучше брать всегда 100% предоплаты. Тем более, с иностранными заказчиками нет такой проблемы. И я где-то видел пост такой прикольный, когда уровень заказчиков, российский заказчик на 15 тысяч, а вы меня не обманете. Российский заказчик на... Ну, не российский, скажем так, территория СНГ на заказ 70 тысяч. Ну, я не знаю, я вас не знаю. А вдруг вы меня обманете? Не хочу перечислять. Иностранный заказчик на 5 тысяч долларов. Окей, куда кидать? Кидай реквизиты. Карты или PayPal. То есть, вот так вот она работает просто. Чем крупнее заказчик, тем меньше вопросов задает и подозрений меньше. Поэтому я вам советую вообще выбирать самим, с кем работать, с кем нет. Если вот, допустим, как у меня, если мне человек не нравится, я никогда не буду с ним работать, даже он мне предложит 10 тысяч долларов за работу. Я не буду работать, просто человек мне не нравится, я знаю, что потом будут какие-то проблемы с ним. Но вообще, подводя итог, в IT не так уж много сфер, в которых можно работать удаленно. Но, к счастью, мобильная разработка относится к одной из нескольких сфер, где можно работать удаленно. И именно разработка приложений, она очень часто, разработка приложений делается в одиночку. Да, есть очень крупные приложения, гиперприложения, различных гипермаркетов. Там, конечно, работает команда. Но вы можете очень крутые приложения делать, и как единый разработчик. Ну, допустим, только работать с каким-то дизайнером, взять команду дизайнера. Кстати, еще один вариант привлечения клиентов, когда есть некоторые клиенты, которые хотят сначала сделать дизайн приложения. Они приходят к дизайнеру, дизайнер рисует, а потом они могут отправлять вас, как к вам, к этого клиента, как к разработчику. Для этого нужно просто сотрудничать с такими дизайнерами. Ну, просто там за комиссию 20% будете заказы отдавать им, и все, будет у вас море клиентов. Поэтому тут еще один вариант, такой как привлечение, это такое партнерство с другими смешанными специальностями. И, в общем-то, это очень важно. Так какой же вывод? Есть ли работа, есть ли в мобильной разработке удаленный вариант заработка? Конечно, есть. Я больше того скажу, он занимает, наверное, процентов 70 от рынка. И если вы Android или iOS разработчик, а если еще Android и iOS разработчик, то вообще у вас будет, вы вообще выгодный человек очень сильно. то я хочу вам сказать, что если вы мобильный разработчик, или присматриваясь к этой сфере, и думаете, и вам важен-важен удаленный заработок, жить таким с чувством, знаете, самостоятельностью, независимостью, и делать только, что вы хотите, да, и у вас нет. Просто есть люди, которым нравится прям работа в коллективе, прям работа именно, что общение, общение, как с работодателем, различные там выступления, вот это вот все. Это тогда вам выйти просто, вам удаленка не нужна, вам нужно идти в офис, и все, и как бы это ваше все, да. Но есть много людей. Почему я решил записать это видео? Потому что мне многие люди попросили про эту тему раскрыть. И поэтому я записываю это видео, потому что очень много тех людей, которые важна независимость. И очень важно не идти даже с самого начала в офис, а просто начать уже зарабатывать самостоятельно. Это возможно. Просто нужно начать хотя бы с одного приложения. Как войти в сферу удаленного заработка мобильной разработки, я попытался раскрыть в этом подкасте. Надеюсь, у меня все получилось. Пишите в комментариях ваше мнение про то, о чем вы сегодня услышали. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. В начале недели опять выйдет стандартное видео. На выходных по субботам у нас выходят мои подкасты, в которых я рассматриваю те вопросы, которые вы мне задаете в комментариях, либо которые мне задают ученики на закрытых платформах во время обучения. В общем, я решил раскрыть в этом подкасте вот такую тему. Но на сегодня у меня все. Хороших вам выходных. И встретимся с вами на следующей неделе в новом выпуске. С вами был проект Мабу. До встречи на волнах наших эфиров.